Приветствую всех наших дорогих зрителей! У микрофона Александр, вы на канале Давай Запишем. Друзья, сегодня вашему вниманию обзор динамического микрофона для подкастинга Rode Podcaster Mark II. Приступаем! Подкастер. Это динамический USB микрофон, который объединяет качественное аудиовещание с простотой подключения и позволяет делать записи напрямую в компьютер без надобности иметь какое-то дополнительное оборудование. Это понятно. Поскольку этот микрофон вряд ли подойдет для профессиональной записи вокала, привычного микрофонного демо сегодня не будет. Раз он позиционируется как микрофон для речи, весь рассказ о его возможностях будет записываться непосредственно в него, и это даст нам возможность реально его оценить. Подключение никаких проблем не вызовет, нужно просто соединить микрофон с компьютером, который моментально его увидит, далее выставить оптимальную громкость в настройках, после чего в рабочей станции выбрать ASIO for all и включить наш подкастер, что я сейчас и сделаю. Все готово, мы уже слышим, как звучит наш испытуемый подкастер, и сейчас продолжим все о нем и прямо в него. Направленность кардиоида, диапазон частот от 40 до 14 тысяч герц, вес 610 граммов. Внутри у подкастера находится динамический капсюль 28 миллиметров на антивибрационном креплении и поп-фильтр, который минимизирует взрывные звуки. На корпусе можем видеть выход на наушники с регулятором громкости, который обеспечивает мониторинг с нулевой задержкой. Таким образом, можно точно слышать то, что вы записываете, безо всяких дилеев или эхо. Микрофон полностью совместим с Windows и macOS, а также он может быть использован как микрофон для Apple iPad. Питается он, естественно, от шины USB, имеет светодиодный индикатор состояния. В комплекте с микрофоном поставляется трёхметровый USB кабель и крепление к стойке. И помимо этого, есть ещё и опциональные предложения от Rode. Это подвес PSM-1, настольное крепление PSA-1 и настольная стойка DS-1. По денежкам, конечно, это всё не так дёшево, но зато очень и очень статусно. Ну что ж, поговорили, а теперь давайте попробуем провести пару экспериментов на предмет того, насколько хорошо этот микрофон изолирован от каких-то внешних источников шума. И для контраста возьмём и все эти шумы запишем не только в него, но и, к примеру, ещё и в Rode NT-USB, чтобы иметь полное представление о том, что такое микрофон для речи. Для начала просто создам какой-нибудь шум любыми подручными предметами. Поехали! Теперь то же самое с участием NT-USB. Услышали? Продолжаем. Сейчас заставим работать наш студийный кондиционер и послушаем реакцию обоих микрофонов. Думаю, достаточно. А теперь NT-USB. Ну думаю, что этого достаточно. Ну и последнее. Это испытание на прочность по децибелам. В NT я орать не буду, поскольку исход заранее понятен, а вот сюда, с вашего позволения, что-нибудь про RU. Товарищи, будьте осторожны, берегите уши, сделайте потише. Сейчас может быть очень громко! Прошу прощения, если кого-то оглушил, но с микрофоном полный порядок. Перегрузкам он готов, и он их не боится. Давайте, что ли, подытожимся. Микрофон достаточно хорош. Неподготовленное помещение? Не беда. Отражение от стен? Это его не волнует. Посторонние звуки за окном или из соседней комнаты? Он на них реагирует очень неохотно. Отсюда вывод. Если хотим хорошо звучать, красиво выглядеть в эфире, и у нас есть возможность потратить на это что-то в районе 19 тысяч рублей, смело дуем в магазин и приобретаем. И на этом будем закругляться. Если появились вопросы, задавайте. Если есть какие-то замечания, делитесь. А я желаю всем творческих успехов, и до новых встреч на нашем канале! Раз он позиционируется как... Какой шум? Сразу шум был опять. Где-то дверь? Я не слышу. Потому что у тебя внутреннее ухо работает параллельно с внешней стороны. Слышишь себя, а я... Ты уже умный, просто мне уже страшно с тобой работать.